А я... Ты мне пред. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Серёга. И я, Егор. Да, сегодня мы будем записывать тег Да или Нет. Первый у нас вопрос. Любишь ли ты снимать видео? Я люблю снимать видео. А ты? Я? Люблю снимать видео. Это мое хобби. Следующий вопрос. Звучит так. Любишь ходить в школу? Я, если честно, не люблю ходить в школу, потому что там и домашка, и учителя. Ну, вы понимаете. Я люблю ходить в школу, но если бы... Но есть один или два школы, то там сдают домашку. Если бы не было домашки, то я бы ходил до каждого дня. Но поэтому я, скорее всего, не совсем люблю школу, но и люблю её. Короче, как-то так. Ча-то 50. Следующий вопрос звучит так. Весело проводишь своё лето? Да, весело. Мы каждый день почти гуляем, общаемся. Да? Да? Да. Следующий вопрос. Любишь мороженое? Я не то, что люблю мороженое, я его обожаю. А ты? Я. Я его люблю. Ну, я обожаю. Ну, вообще. Если бы мне предложили выбрать что-нибудь там, и в этом списке было бы мороженое, то я бы, скорее всего, выбрал бы мороженое. Потому что оно очень вкусное. Очень. Следующий вопрос. Помогаешь маме по дому? Да, помогаю. Убираюсь, мою посуду. Пища, пища. Когда и как? Следующий вопрос. Любишь пиццу? Да, люблю. Хотелось бы каждыми днями её кушать. Ты пропадешь? Пухая. Ты любишь? Я люблю пиццу. Люблю. Вообще, в детстве, когда я был маленький, я пиццу хоть ни разу не пробовал, но её вообще не любил. Я, так скажем, когда нам давали её в школе попробовать, я никогда её не ела. Всё время давал другим. И поэтому... Потом я попробовала пить, всё, она мне понравилась. Поэтому, да, я её люблю. Следующий вопрос. Катаешься на скейтборде? Да, я катаюсь. У меня есть собственный скейтборд. Купила я его где-то год назад, может быть. Вот знаю, там пару трюков. Пару трюков. И, может быть, вам покажу в следующем влоге. Ты? Я тоже люблю кататься на скейтборде. И вообще, ну, просто кататься. Ну, я свой сломал скейтборд, конечно. Я, короче, просто хотел сделать Олли. Фигак. Он сломался напополам. Был. И теперь хочу новую доску купить. Но не дешёвая от трёх тысяч, если нормальные заказывать. Там, в интернете. Поэтому... Люблю кататься. Поэтому люблю кататься, но скейтборды нет. Следующий вопрос. Мне нравится английский язык. Я с первого по третий класс учил немецкий язык. Так как я сюда, в Иваново, переехал. И как раз-таки в этой школе я начала учить английский язык. А так мне нравится. Я хочу его выучить, но как-то не удаётся. Мне английский язык как бы не совсем нравится. Я понимаю то, что он нужен, но с первого... Например, в начальной школе с первого, то есть по четвёртый класс, я учился как бы на одни пятёрки. По-английскому. По-английскому я не знаю. Потом начал в средней уже школе, ну то есть в пятый и шестых классах, начал учиться там на четыре по-английскому. А вот... Как бы да. Но меня родители стали отправлять в дополнительную школу, ну, где у меня учат дополнительно английскому языку. Они платят за это очень бешеные деньги. Я им говорю, зачем мне надо платить? Я и так на английский, наверное, на четыре-пять. Они говорят, ну, если бы не английская школа, ты бы не знала его на четыре-пять. Я говорю, ну как нет, если я в начальной школе его знала на пять уже. Ну, короче, вот так вот. Поэтому, как бы, английский мне не совсем нравится, так как меня заставляет его очень много учить. Так, следующий вопрос. Любишь природу? Да, я люблю природу. Могу хоть целый день там остаться, хоть на ночевку. Я тоже очень люблю природу. Вот особенно, когда, например, ты с друзьями куда-нибудь можешь выйти. И, например... Не хочешь оттуда уходить. Ну, посмотри, например, природа-то. Что такое природа? Это не просто гулянка на природе, например. Доходь на природе, да? Ну, это... Например, с друзьями вышел, ты, например, купился чей-нибудь поесть, и там кто-нибудь сел на природу. И начал... И не жиграсть. Вот именно вот. Поэтому, да, это прикольно. Или же с родителями и друзьями выехать, там, шисточки пожарить, шисточки. Следующий вопрос. У тебя много друзей? У меня не так много друзей. Я как-то сам по себе. У меня друзей много, но гуляю я с ними не со всеми. Как бы много знаю друзей. То есть я с ними когда-то гуляла, но потом они там стали с другими гулять, и я как бы тоже стала с другими гулять. Поэтому друзей у меня много, но гуляю я не со всеми. Следующий вопрос. Твои друзья хоть раз предавали тебя? Да, было дело. И я с этими друзьями, после того, как они меня предали, никогда больше не общался. Ну да, меня предавали друзья. Они просто, например, мы с ними гуляем, там все окей. Они просто берут и уходят от другим. И обидно как-то. Следующий вопрос. Был ли ты когда-то в лагерях? Я никогда в своей жизни не был в лагерях. Если только вот в школьных. Я был в лагерях, и мне как бы не один раз, но раза два. И мне это... В общем, начну историю о том, как... Я домой еще в детстве, где-то лет 6-7, меня родители отправили в санаторий. В общем, я туда приехал, все хорошо было, да? Потом через день буквально, или даже через несколько часов, через 3-4 часа, я, короче, начал платить и говорить, типа, капитан, тебе не за года приедут родители. Они говорят, что придут не скоро, типа, там. Я говорю, ну как ты не скоро? И потом еще мою родину игрушку какой-то пацан украл. И разорвал ее. Я так вообще-то в любил. И вот из-за этого в санаторий я не люблю тебя в лагерях, и вообще не люблю их до них. Потому что я очень сильно потом скучаю по маме с папой, как бы... Я сто пудов уверен, потому что сейчас там в комментариях будут писать. Егор, маленький сыночек. Ну нет, в общем, ну просто это... Не то, что я маленький сыночек, это просто значит, что я очень люблю своих родителей. Ну вот поэтому я не люблю лагеря. Лагеря такие. Если вы любите своих родителей, поставьте лайки. Но я был. Хочешь, Диму? Не хочу. Хочу, потому что у меня как раз 9 января день рождения, то есть зимой. И еще там дедушка Мороз человек может принести. Ну, конечно, они существуют. Но как мне исполнилось, то я потом перестал верить. Потому что я увидел то, что милые родители подарили штативу нового года. Я один дедник. Следующий вопрос. Ты отличник? Я не отличник. Я хорошо исключусь на 4 или 5. Может быть, там тройки. Я учусь хорошо. Ну, то есть хорошист. Да. У меня, конечно, бывают там тройки, но не так часто, как четверки, например. Петверки тоже бывают, но не так часто, как четверки. То есть четверок у меня больше всего. Поэтому я хорошист. Следующий вопрос. Ходишь ли ты на танцы? Я хотел пойти, но так и не решился. Потому что это дорого, скучно и стыдно для девочек. Да. Я никогда не ходил на танцы и не хочу туда ходить. Ну, разве что на такие клевые, например, хип-хоп. Следующий вопрос и последний. Умеешь красиво рисовать? По моему контенту вы, наверное, уже заметили, что я умею рисовать. Я рисую хорошо. Я пошутила, у меня ничего не получается. Я пытаюсь, сколько раз пыталась, но у меня ничего не получило. У нас на компьютере ничего не получается. А на этом все, ребята. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Если вы еще не подписаны, ссылочки все будут в описании. Субтитры сделал DimaTorzok